Щедрый вечер, добрый вечер. Сегодня канун Старого Нового Года. Это предпоследний праздник в череде зимних. День считается благоприятным для различных гаданий, а утром 14 января, как правило, посевают на Добрый Год. Подробнее о традициях празднования в нашем сюжете. Ночь с 13 на 14 во все времена была благоприятной не только для гаданий, но и для загадывания заветного желания, которое, по поверьям, непременно сбудется. Главными атрибутами предновогоднего вечера у украинцев в начале 20 века были богатый праздничный стол, щедрование, гадание, ряженье, игры и забавы. Утром 14 января, как правило, хозяева каждого дома ждали в гости посевальщиков. Посевание – восточнославянский обряд, совершавшийся в первый день Нового Года, направленный на обеспечение урожая, а в современном варианте – щедрого наступившего года. На улицах города мы поинтересовались, опускают ли посевальщиков запорожцы сегодня. Только знакомы, да? А если вот чужие люди постучатся? Ну, опасно. Хочу брать нечего пенсионера, но они могут за рубль убить, а то и бесплатно. Во-первых, страшно, во-вторых, у нас в подъезде домофоны, кодовые замки, не очень-то сильные попадешь. Конечно, пускай, а как же, пусть приходят. Это такие традиции, да? Придерживаете? Конечно. Мы готовим специально для них угощение. Обязательно, а как же не пустить? То, что есть, потерять не надо, пусть лучше посеются. А не боитесь? Сейчас время такое, мало ли. Ну, пусть зайдут. У меня ружье есть. А вот узнать свою судьбу всегда было интересно. Всевозможные гадания на исполнение желаний, на хорошее замужество, карьеру до сих пор не утратили актуальность в сочельник перед Старым Новым Годом. Например, опустив в прозрачный стакан подвязанное за нитку кольцо, можно было узнать, в каком возрасте выйдешь замуж. Сколько раз стукнется, во столько лет и обручишься. Гадали в основном девушки. Одни действительно хотели узнать свою судьбу, другие просто хорошо проводили время, таким образом настраивая себя на позитив на целый год.